Вячеслав Боровский Он объявил, что он не только еврей, причем еврей по духу, даже а не по крови, то есть такой самопровозглашенный еврей, который считает себя евреем вопреки тому, что евреи-то его своим вряд ли считают, но может быть уже считают после того, как он заявил, что он их, что он еврейский и что он даже сионист, потому что где-то там в 50-м псалме написано что-то там про сион, и поэтому он сионист. Смотрел я передачи, которые он выпускал, и думал, ну вот какой замечательный человек, и профессионал в своем деле, и человек духовный, и имеет гражданскую позицию, и не боится выступать в защиту гонимых, и делает это так, именно по-христиански, по-православному, беззлобно, увещевательно, не агрессивно. И мне показалось, что ну вот он, тот самый человек, которого надо поддерживать и чаять о том, чтобы именно такие люди находились во власти, управляли государством и были в центре общественного внимания, общественного мнения. Но вот эта передача, где Муравских назвал себя евреем, сионистом и наплел бог знает чего, разрушила все сразу. Для меня авторитет сразу упал до нуля и никогда больше не поднимется. Ну как угодно можно об этом разговаривать, я просто честно перед собой, вот я могу теперь верить этому человеку хоть в чем-нибудь. Ответ мой таков – нет, не могу. И в его благие намерения я больше не поверю, и честно сказать, я даже больше и слушать-то не стану. То есть это те слова, которые были сказаны таким образом, что изобличили, во-первых, человека абсолютно некомпетентного в духовном плане, не понимающего, что такое христианство и православие, если что-то он и правильно сказал, то это розовые слюни, то есть это вообще к христианству имеет очень отдаленное отношение. Ну так, мы спаслись, ура, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. То есть духовной борьбы там ноль, ноль. Там самоуспокоение и самоубаюкивание, больше ничего. И этот тон вот такой спокойный и неизлобливый, скорее всего просто профессиональный навык. И хорошо, что пелена с глаз упала, как раз вовремя, потому что острые события в нашей стране предстоят. И да, в общественном мнении будут бороться за место разные силы. Вот таких людей я не хотел бы видеть даже рядом с теми центрами общественного внимания и с теми центрами, где будет концентрироваться власть, совсем вот не хотел бы видеть. Ну, к последнему, это вот то, что он сионист, это как бы такой апофеоз. Ну, апофеоз полнейшего непонимания, что сионизм – это политическое течение, которое начиналось с того, что надо всем переселиться, надо все отбросить, всякие там талмудизмы, раввинизмы и так далее отбросить и сконцентрироваться, съехаться всем в Палестину, где им там нарезали земли, как раз там, где нет нефти, каменистой пустыни, и вот там угнездиться, заселиться. Правда, колоссальные инвестиции туда пришли. Вот сионизм собирал евреев со всего мира. Это позитивное явление, потому что из рассеянной диаспоры, из не пойми чего, формируется государство политическое, власть и народ. Правда, с какой стати такой подарок? В мире насчитывается до двух тысяч народов, а один народ почему-то, даже и не народ, он еще и народом не стал, народ становится народом, когда он отбивает свое жизненное пространство, свои интересы очерчивает и осознает себя как некое единство. А государство в 10 раз меньше. С какой стати вдруг евреям через две тысячи лет предоставили территорию? Не евреям предоставили, сионистам. Политическое течение, которое выбило для себя особенные условия для существования. Ну дайте мне, я соберу, давайте там 10 тысяч человек, мы где-нибудь даже в Сибири пятачок какой-нибудь 10 на 10 километров нам выделят, и мы скажем, вот это наша, не знаю, Республика Руссии или все что угодно, любое название. Российской империи можно там дать название одному острову. Вы только признайте нас, само получение государственности – это колоссальный подарок для любого сообщества, неважно было оно до этого момента народом или нет. Это огромный подарок, так же как и огромный подарок – это воссоединение Германии, например. И чудовищная трагедия – это расчленение России. Понятно, что речь о другом, мы, может быть, вернемся когда-нибудь к этому вопросу, что есть государственность. В данном случае, доктор, что же вы наделали? Вы обозвали себя сионистом, принадлежащим к определенной политической секте. Сионисты и в Израиле тоже политическая секта. Но эта политическая секта оставила свои терминалы по всему миру. И это не просто идеология соединения всех евреев в Палестине, уже это не нужно. Это идеология мирового господства еврейства, которую штаб-квартиру имеет не только, конечно, в Израиле, но там тоже. Одна штаб-квартира там, другая там в Вашингтоне, третья, еще не знаю, может быть, еще где-то. Неважно, но это абсолютно враждебная любой государственности идеология. Она направлена на уничтожение всех других государств. В соответствии с талмудизмом, о котором слово доктор Боровских сказал в своем выступлении, только в самом-самом конце он вдруг вспомнил, что евреи бывают талмудистами. А для него вообще евреи – это какой-то светоч, это какие-то сверхлюди. И когда он говорит «я тоже еврей», он, видимо, как-то пытается приобщиться к вот этим воображаемым им сверхчеловекам. Но я уже не говорю, что он там с Писанием сделал, как он его интерпретировал. Он интерпретировал по крови, оказывается, Иисус Христос по крови, по матери еврей, а по отцу он Бог. Это что? Что это за такой сугубый материализм, который Сына Бога называет наполовину евреем, потому что мать его еврейка. А она вообще еврейка? А что такое еврей в тот момент? Вы не задаете себе вопросом, уважаемый доктор, что такое еврей тогда и еврей теперь, через 2000 лет рассеяния? И тогда, что еврей – это народ, что ли, был? Да что вы врете-то все время? Повторяете ложь тех, кто хочет заморочить нам мозги, что евреи были каким-то единым народом, с единой религией. Ничего этого и рядом даже не было. И потом создаете еще иллюзию такую, что Иисус Христос пришел, и раз как-то все евреи стали христианами. Да не было этого. Это враги Христа были сразу и навсегда. И только небольшая секта, небольшая часть уверовавших в Христа, через которых он транслировал свое учение, разошлась. Она не там осталась. Что там проповедовать тем, кто жестковыйный и не повернет голову в сторону истины? Апостолы пошли проповедовать. А так-то без проповеди, если бы не было Римской империи, какое христианство? Как раз и Римская империя была и предусмотрена как носитель христианства. А никакая не Палестина и никакие не евреи. Какая-то там микросекта, которая существовала бы в Палестине на периферии культурной, исторической, государственной и всякой любой другой. Ну, я не говорю там об этом восхвалении прямо вот. Ну, такие гордые они люди. Вот они все время восстания какие-то. Ну, да, такая жизнь была. Вся периферия и не только периферия Римской империи была в сплошных восстаниях. И подавление этих восстаний – это был просто фон жизни Римской империи. И никто там особенно не обращал внимания. Ну, да, в Палестине очередное восстание. Пришли, всех порезали, храм сожгли. Ну, и все, и все закончилось. Всех, кто под руку попался, либо убили, либо в рабство продали, либо они сами разбежались. Вот и все закончилось, вся эта история. И это даже история не древних евреев, потому что к этому времени эти так называемые, этот так называемый народ утратил свой исходный язык. А как такое может быть? Это может быть только в случае полной культурной деградации. Утратил свою веру, утратил свой язык, государственности лишился уже давным-давно и так далее. Ко временам Христа, что такое евреи, вообще понять невозможно. Это уж точно не народ. Это уж точно не один народ. Это уж точно, если и были какие-то остатки народа, которые потеряли уже все свои культурные корни. А вот что такое древние евреи? Моисей вывел из египетского плена многоплеменное стадо. И огромное количество самых разнообразных людей. И это не был никакой ни единый народ, ни культурно, ни по языку. А язык, то, что вот этот палео-еврит, это что, это еврейский язык, да? Это был своего рода письменный суржик, которым владели многие народы. А с чего какой-то народ придумывать? Древние евреи – это народ. Это не народ. Да и не зря говорят постоянно в Писании и в религиоведческих текстах. Есть другое наименование. Израилиты, израильтяне. Жители Иудея и Израиля – два разных государства. Галилеяне или самаритяне – это совсем другие. Другие народы культурно и по вере другие. Ну, альтернативный храм пытались построить. Это что значит? Ну, они другие. Хотя общее представление о единобожии – вот оно и было. Оно кристаллизовалось. Кристаллизовалось в течение многих веков, кристаллизовалось в процессе богоискательства. И учение Христа стало как бы вот той самой вспышкой, которая осветила мозги, которые никак не могли без божественного вмешательства постигнуть бытие Бога. И понять задачи человека на земле, задачи спасения души. Нам доктор Боровских начинает навязывать какое-то свое очень особенное представление о евреях, которые, кстати, среди тех, кого он и евреи называют антисемитами, тоже распространено, что евреи там четыре тысячи лет назад появились, что евреи определили всю историю человечества, что евреи там внедрились во все вообще… Это бред силы кобылы. Нет ни тех евреев, ни этих евреев, даже средневековых. Уже в средневековом варианте не осталось ничего. Диаспоры – это не народы. Есть, возникли, да, возникли религиозно-политические секты, самые разные. Разные по языку, разные по культуре, разные по антропологии. Давно они уже не верят ни в Христа, ни в Иегову, ни в кого. Это совсем уже другое явление, и надо это понимать. Но сказать про себя, я еврей, но как это возможно вообще русскому человеку такое… И еще сказать, что я духовный еврей, да как это такое может быть? Как такое может быть? Как мог вменяемый человек, культурный, образованный, такое сказать? Ну, он там напридумывал на уровне, я бы сказал, на уровне Плинтуса, ну пусть не ниже Плинтуса, но это на уровне Плинтуса, что евреям 4000 лет, что они всю историю нашу освещают, ничего не освещали. Евреи потеряли свою государственность, другие народы создавали свое государство, создавали свои культуры, экономики. Евреи, он там приводит у него пейзаж Левитана, Левитан оказывается самый лучший русский художник. Кто это сказал? Русский пейзажист. Да нет, это не так. Да, очень хороший русский пейзажист, а не еврейский пейзажист. Да, Левитан был исходно иудеем, потом от иудаизма он отказался, долго и считался, не мог себя считать никим иным, кроме евреев, кроме как евреем. Но он вошел в русскую художественную школу. Как же такое не понимать, что Левитан не еврейский художник, который якобы подтягивал вокруг себя все сообщество художников до какой-то высоты. Он подтянулся на эту высоту, которая создавалась в целом русской культурой. Он что, синагоги там рисовал на своих пейзажах? Или палестинские земли? Даже когда русские художники изображали библейские сюжеты, это была русская школа живописи. Ну как же не понять такие вещи? Это русский Христос, а не Христос палестинских иудеев. Вот как же должны быть запудрены мозги, чтобы человек сказал, что вера в Бога делает человека евреем? Ну, просто ручка выпадет из рук, если она была бы в этот момент в руках, когда русский слышит это от человека, который называет себя русским. Да какой же ты русский-то после этого? Какой же ты православный после этого? Ну, в чем прав доктор Воровских? Это в том, что евреи, конечно, никакая не национальность, не народность, не народ. Есть иудеи, есть евреи-иудеи, есть неевреи-иудеи по духу, есть талмудисты по талмуду, есть талмудисты по образу мыслей, принадлежащие разным национальностям. Вот в данном случае я вижу отказ от русского имени, отказ от христианства, такой решительный, то есть есть какая-то версия еврейского христианства. Христос пришел ко всем, а не к иудеям, и не к евреям. Христос пришел ко всем народам, это Он оказался среди евреев, не самое лучшее место, надо сказать, но Он такое как раз и избрал. Уж самое поганенькое, я бы сказал, место. Не сверхчеловеки там жили, а жутчайшие грешники, поэтому на них Господь Бог и насылал разные беды, которые описаны в Ветхом Завете. А потом мы знаем историю после явления Христа, и разрушения Иерусалима, которое им было предсказано. Это что, были лучшие люди, и поэтому Содом и Гамора – это для лучших людей. А их почему-то доктор Боровский считает лучшими людьми. Это с какой же это стать? То есть вообще это как сверхчеловеки, действительно. Какой вклад евреи сделали в русскую культуру? Нулевой. Вообще нулевой. То есть для того, чтобы сделать вклад в русскую культуру, еврей по происхождению должен был превратиться в русского. Вот так оно и было. А негативный вклад в разрушение русской культуры евреи, вовсе даже могли быть они и неудеями, сделали, конечно, вот то, что является сейчас современным искусством, то, что было в 20-е годы, это просто какой-то кошмар, который до сих пор к нашему позору выставлен в музеях, там где-нибудь в Третьяковке или в русском музее. Вот этот кошмар 20-х годов, и потом современное искусство, какие-нибудь там палки или кучка экскрементов, объявленная, что это вот инсталляция, какой-то фрагмент помойки показан. Вот это, да, оттуда приходит, потому что человек беспочвенный, оторвавшийся от Родины, конечно, он вот именно это и производит. И пытается еще, внедрившись в разные коридоры власти, представить, что это вот, это норма. Для русского человека это никакая не норма, это мусор, которым заполнили наши музеи. Непонятно, что там делает министр культуры и предшествующие делали, что делает руководитель государства, когда надо это все лопатами выбросить, просто на помойку вывести и забыть об этом, а наполнить наши музейные экспозиции настоящими произведениями искусства. Никакой, подчеркиваю, роли евреи в русском искусстве не имеют. А в разрушении довольно весомую роль сыграли. Вот интересно тоже, как доктор за свою дочку решает, кто она по духу. Ежели у него первый брак был с еврейкой, и у него дочь родилась, то у него, оказывается, есть еврейка, дочь по матери. Сам он еврей по духу, а его дочь еврейка по матери. А она сама считает себя еврейкой? Нельзя считать себя дополвину русским, дополвину евреем. Например, мать еврейка, отец русский. И кто в результате получается? Половина на половину? Нет, так не устроено. Организм целостный и дух целостный. Он не может разрываться между двумя точками притяжения. Либо ты еврей, либо ты русский. Ты уж определись. Вот доктор Боровских определил, что он духовно еврей. А по крови он вроде как имеет какое-то там происхождение, что уже, в общем-то, неважно. Если он духовно определился, то уж ничего не поделать. Он сказал, что он еврей и сионист. Значит, так тому и быть. Это самоопределение. Мы его определение уважаем. Но его дочка, что он творит с ней, когда он говорит, ты еврейка по матери. А по отцу кто тогда? А как можно совместить одно с другим? А никак нельзя совместить. Либо его дочка выберет еврейскую идентичность по матери, или вообще просто по каким-то своим отдаленным предкам. Она другую какую-то идентичность выберет. Какую захочет. К большому сожалению, видимо, за нее отец уже выбрал, что она еврейка. Ну вот это просто фантастика, что у христиан нет претензий, потому что Бог, оказывается, пришел специально для того, чтобы его евреи распяли. Ну, как к этому относиться? Понимаете? Тогда Иуда – это наш любимец просто. Это образец добропорядочности. Он же исполнил волю Бога. Это что значит? Господь Бог нам все предопределил, и мы абсолютно безответственны? Разве история предопределена? Разве нет свободы воли? Что об этом надо объяснять взрослому человеку, который вроде бы как считает, считает, что живет духовной жизнью, что у человека есть свобода воли, и предатель остается предателем. И тот, кто кричал «распни его», остается соучастником убийства, и нечего за это благодарить. И то, что Иуда поспособствовал распятию Христа, никакой тут благодарности быть не может. И говорит, что у нас нет претензий к Иуде, тогда у нас нет претензий к Каину, у нас друг к другу нет претензий, потому что все предопределено, у нас нет претензий к этой власти, которая нас мучит и истязает, и является богоборческой. Оказывается, мы, люди, рождены вовсе не сами по себе по Божьей воле, а по Божьей воле, согласно учению доктора Боровских, только евреи созданы по воле Божьей. А все остальные так вот, как бы веточки, которые так привили, как он сказал, к стволу вот этому, да это ложь полнейшая. Все народы есть мысли Бога, все народы. И каждый народ сам по себе есть обособленная мысль, никак не связанная с родовыми корнями иудейства. Мы все генетические люди, конечно, похожи друг на друга, но между нами проведены барьеры, которые не преодолеваются. Вот как были человеческие расы испокон веков, так они и остаются. Биологически двух индивидов скрестить можно, а расы скрестить нельзя, не получается, это невозможно. Это физически невозможно. Это не биологический запрет. Но это запрет тем законам жизни, по которым мы живем. Никогда не будет гомогенного человечества. И, разумеется, мы ни в каком родстве, ни в духовном, ни в физическом с евреями не находимся. Кто находится, вправе это родство разорвать, чтобы стать русским человеком. А кто не может разорвать, тот вполне русским не может быть. В принципе, тот же, кто духовно объявляет себя евреем, тот с русскими не имеет ничего общего, даже если говорит на русском языке и даже если говорит очень много мудрых и умных мыслей по другим поводам. Все, здесь он самоопределился. Абсурд, конечно, абсурд. Вера в Бога делает человека евреем. Это значит, чем больше ты веришь во Христа, тем больше ты еврей. Вообще в своем уме, господин доктор или товарищ доктор, мне кажется, тут произошла какая-то подвижка в мозгах. Я не знаю, что там сделали. Инъекцию, может, какую. Тут вот, видимо, где-то не устоял. Что-то произошло. Или это изначально было, я думаю. Это изначально такая подвижка в мозгах, или это вот только что произошло. Человек на наших глазах вот здесь, сегодня, в данный момент сошел с ума. Не могу себе дать ответ на это, но слава Богу, слава Господу нашему, что это произошло у нас на глазах не поздно, а прямо сейчас. И понятно, что ничего совместного, ну, скажем так, я для себя это однозначно решаю. У меня совместно с этим человеком больше уже не будет ничего. Я никогда, и это последний раз, когда я, ну, меня просто вынудили поинтересоваться и попросили, ну, как же так, вот надо как-то отвечать, ну, нельзя же такие вещи оставлять без какой-то ответки. Я отвечаю, и на этом я ставлю точку. Мне неинтересно больше слушать его, о чем угодно, о чем бы он ни говорил, даже если это его профессиональные какие-то знания, умения, навыки, отработанные, успешные и так далее. Мне уже это неинтересно, потому что нас могло объединить только единое действие на благо России для освобождения России от оккупантов, в том числе и от оккупантов иной этнической этноконфессиональной принадлежности, которые сотрудничают с этой властью. Мы что, не знаем, кто и как сотрудничает с этой властью и что с этой властью произошло, как я уже сказал, там произошла талмудизация, иудизация этой власти без всякой уже связи с какой-либо религией. И здесь тоже уже без всякой связи с какой-либо религией. Нам проповедуется ну какой-то вот Евангелие от психотерапевта, который он сам себе придумал. И это, конечно, ересь. Это ересь, ужасная ересь. После этих слов не о чем дальше говорить. Может, он там еще как-нибудь сходит в церковь, покается, не знаю, или публично как-то покается за свои абсолютно неумные слова. Для покаяния путь открыт всегда. Но это не значит, что там Господь Бог может принять твое покаяние. Но не значит, что мы, грешные люди, это покаяние примем во внимание. Я не приму это точно. Я не приму. Я не так гибок и, может быть, не до такой степени христианин, чтобы прощать такие вещи. Я не прощу. Я не прощу. Для меня это как измена. Как измена человека, на которого я рассчитывал и думал о нем очень хорошо. Теперь больше так думать не буду. И мои соратники в другом месте. Слава Руси! Господи, спаси! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!